На вертолетной улице рядом с поликлиникой завершили строительство подстанции скорой медицинской помощи. Благодаря ее открытию врачи смогут полноценно оказывать жителям микрорайона квалифицированную помощь не только стационарно, но и амбулаторно. Когда диспетчеры новой подстанции начнут принимать вызовы, узнали мои коллеги. В новом учреждении 116 рабочих мест. На первом этаже Зенинского поста Люберецкой подстанции скорой медицинской помощи будут расположены диспетчерская, кабинет амбулаторного приема и старшего врача смены. На втором и третьем этажах помещение для хранения лекарств, комнаты отдыха, кабинет старшего фельдшера и конференц-зал на 20 мест. Все сделано в срок, никаких замечаний, вместе с главой посмотрели все помещения для медиков, для удобства выездного персонала. Очень приятно удобный конференц-зал для проведения занятий, утренних планерок, конференции, ну а также самое главное обучение студентов, которые уже готовятся прийти на работу на станцию скорой медицинской помощи. Подстанцию обеспечили четырьмя новыми автомобилями «Газель», полностью готовыми для работы бригад скорой. Для каждого отдельный выезд. Порой на минуты, в минутах зависит жизнь человека, и лишние минуты, лишние секунды могут оказать как раз-таки самую значительную, жизневажную помощь. Когда машина скорой помощи оперативно может доехать до этого микрорайона буквально несколько секунд, до Марусина буквально, наверное, одна-две минуты, и, соответственно, вся эта помощь будет оказана квалифицированными нашими специалистами, нашими врачами. За последний год в Московской области появилось четыре новых подстанции скорой помощи. В микрорайоне Зенина её открытие запланировано на декабрь.